Всем привет! Привет! С вами Ира, Владик и канал Готовим с Любовью! И мы сегодня готовим сосиски в тесте, булочки, цветочки. Готовим дрожжевое тесто на кефире. Для него нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов кефира, 12 граммов свежих дрожжей или 4 грамма сухих дрожжей, 320 граммов муки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли и 50 миллилитров растительного масла. Как всегда, сначала делаем опару. В тёплый кефир, не горячий, добавляем сахар и дрожжи. Перемешали всё и добавляем 3 столовые ложки муки от общего количества. Опару оставляем в тепле на 15 минут до увеличения в объёме. Немного натрусила муки в растительное масло, но ничего страшного. Всё хорошо перемешали и ждём, когда опара у нас увеличится в объёме. Тем самым мы проверим качество наших дрожжей. Теперь добавляем в тесто соль, добавляем частями муку и замешиваем тесто. Очень нравится мне дрожжевое тесто на кефире. Здесь не надо яйца, не надо сливочное масло. Ну, в общем, самый простой рецепт. И можно приготовить отличную выпечку, как сладкую, так и не сладкую. Сейчас будем добавлять растительное масло, 50 миллилитров, и вымешиваем. Добавляем снова муку и замешиваем наше тесто. Добавляем оставшееся растительное масло и ещё раз вот так вымешиваем наше дрожжевое тесто. Оно должно быть нежным и мягким. Накрываем или полотенцем, или пищевой плёнкой. И оставляем в тепле на один час. Тесто наше готово. Посыпали стол остатками муки. Теперь перекладываем на стол наше тесто. И сейчас будем делать красивую выпечку булочки-цветочки. Значит, ещё раз вымешиваем тесто на столе. Для удобства я разделю его на две части. И раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Всё достаточно просто. Если нужна мука, немножко на подпыл добавляем чуточку. И раскатываем в прямоугольник. Стараемся раскатать тесто так. Вот наши сосиски. И ширина нашего преугольника должна быть вот в ширину нашей сосиски. Это вот вытягиваем как бы тесто. Края мы потом лишние отрежем. Достаточно тонко пиру сосиски. Всё мне мешает на столе для удобства. Вот так вот. Раскатали. И сейчас покажу, как мы будем формировать нашу выпечку. Вот сосиска. Края убираем. Тесто нам ещё понадобится. И теперь смотрите. Берём и заворачиваем. И закрываем в один слой теста. Так, это первое приготовление. Швом вниз. Снова берём. Заворачиваем. И отрезаем. И вот так скрепляем края. Можно делать два оборота. Кто хочет более пышнее цветочки, можно делать два оборота. Вот уже по желанию. Будем делать цветочки. Значит, смотрите. 8 сосисок у нас получается. Вот первый цветочек я сделала. Потом буду выкладывать на противень. Всё достаточно просто. Вот сосиска. Её нужно разрезать на 5 частей. Пробуем. До края не разрезаем. 2 3 Можно обычным ножом разрезать. 4, 5. Теперь просто выкладываем. Вот так вот. Цветочек готов. На самом деле, обычная сосиска в тесте. Но только будет с красивой подачей. Разрезаем на 5 частей. Потом берём. Вот просто вот так. Ставим. Посыпем семенами кунжута. Будет просто объедение. После расстойки цветочков, которое по времени у меня заняло 20 минут, взболтали одно яйцо. И сверху смазываем яйцом. Кисточкой это делать очень удобно. Со всех сторон, чтобы цветочки были румяными. Сверху можно посыпать семенами кунжута, маком, белым, чёрным кунжутом, семенами льна. Кто чем посыпает. Кому что больше нравится. Можно вовсе ничем не посыпать. Это дело вкуса. Заготовочки ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Булочки выпекали из духовки 20 минут. Смотрите, какие они красивые. Настоящие цветочки. Тесто нежное, мягкое. Объедение. Ну, а теперь долгожданная дегустация. Приятного аппетита. Спасибо. Мама, ты ещё эклеры выпекла. Да, делала заказ на эклеры. Там ещё у меня коробка одна в холодильнике. И, конечно же, и вам оставила. И зефир делала. Много чего делала сегодня. Вкусно. Кушай, сынок. Я знаю, ты любишь сосиски в тесте. Да. Кстати, можно подавать их с любым томатным соусом. Они очень вкусные, нежные и хорошо пропекаются. Обязательно надо ещё покупать кетчуп, чтобы макать. Кетчуп у нас в холодильнике. Сейчас достанем. Готовьте, не пожалейте. Они ещё формой в виде цветочка. Да. А ну, покажи поближе. А вот. Не-не-не. Не надкусанный свой, а целенький цветочек. Да. И тесто хорошо между собой скрепляется при выпечке. Цветочек не распадается. Сосиска тоже не вываливается. В общем, очень вкусно. Готовьте. Не пожирите. Выпечка всем понравилась. Готовьте. Кефирное дрожжевое тесто очень нежное и вкусное. Всегда рада помочь. Кому что не ясно, пишите комментарии. С радостью отвечу. С вами были Ира, Владик и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. И ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.